Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания Горн Друз и я, Матвеев Сергей, менеджер по продажам солдов, а также специалист по варенью. Сегодня мы рассмотрим ролик, признанный нашими подписчиками, варим пиво из нулевых солдов. Называется, я так понимаю, что человек взял себе такую, не знаю, аватарку, что ли, вот, солдов назвал себя. Ну, давайте посмотрим. Итак, господа, вот скажите, зачем же я показываю гараж в видео про пиво? Все очень просто. Солодов, это же у нас лагерь, поэтому он должен бродить в лагерных температурах. Вот всегда, когда торопишься, получается какое-нибудь говно. Холодильник у меня... Ну, да, такой интересный человек. Значит, варг начинается с гаража. Как мы узнаем от него информация, то, что он не просто так его показывает, он будет именно показывать варку лагера. Я так понимаю, что в гараже у него, наверное, есть подвал и низкие температуры, как раз вот для лагера, это от 10 до 14 градусов нужно соблюдать. Он, наверное, подбивается там. Ну, смотрим дальше. Занят Гозе. Там у меня Гозе сейчас охлаждается в кеме. Ну, что ты будешь... Поэтому я решил воспользоваться погребом. Сейчас я на что-нибудь его поставлю. Также мы узнаем, что у него здесь еще охлаждается Гозе, то, что он делал. Ну, вот сейчас видим первый кадр, как я вам и говорил, в подвале стоит у него фирмитер, фирмитер. Почему-то на щебенке наверху видно прям... Я сделал стоп-кадр, наверху прям видно сусло. Скорее всего, очень было бурное брожение, и пена через гидрозатвор вышла на крышку прямо здесь. Кстати, не очень хорошо, потому что вот на этой... Вот на этих остатках сусла или пива очень много образуется насекомых и так далее. И такая вот нездоровая тема. И также просто на голом грунте оставлять фирмитер я не советую. Хотя бы что-то постелить, какой-то деревянный настил или ну какую-то такую поверхность плоскую, которую можно промывать. Кстати, также видно, что кран он брожение повернул наверх, чтобы он типа не слишком был грязный. Но это тоже не очень хорошо. Я бы тогда этот кран просто хотя бы обернул либо скотчем, либо одел целлофановый пакет и закрутил. Потому что вот от этой щебенки, от этого идет всякая пыль. И при розливе, при розливе у него потом могут возникнуть проблемы, потому что грязь по-любому туда попадет. Ну смотрим дальше. Именно от солны и воды зависит стабильный вкус пива. Элитный сорт требует тщательного контроля. За качество отвечаю. Вот, кстати, я думаю, откуда мне такое знакомое слово. Раньше, еще, по-моему, когда я его учился в университете в далеком 97-98 году, была пивоварня в Казани. Она... Красный Восток вспомнил, пивоварня Красный Восток. И, кстати, Солодов, пиво, это они его назвали. Ну, человек решил позаимствовать это название. Ну, завода уже давно нет. Ну, может быть, в суд на него не попадут. Не знаю, есть ли авторские права, но это название Солодов. Но, тем самым, очень интересно. Но, опять же, небольшой экскурс в истории у нас произошел. Пиво, солодов. Музыка такая интересная. Помните, это пиво? Я тоже помню. А хотите его попробовать? И я тоже хочу. Но, черт возьми, как, если его уже 15 лет нет на прилавках магазинов? А, ну вот. Ну, иногда желание превыше всего. Видите, он говорит, 15 лет нет на прилавках магазина. То есть, он также, вот, все-таки он хочет воссоздать то пиво Солодов, которое был завод Красный Восток. Очень творческий человек, видите, такой оделся, как поэт какой-то, да. Очень интересная подача материала. Ну, давайте смотреть дальше. И порой можно сделать даже самое невозможное. Именно поэтому я начал свое собственное расследование, которое назвал «В поисках утраченного пива». Я планирую сделать несколько таких расследований, но сегодня у нас будет пилотный выпуск. И сегодня мы будем искать следы ушедшего пива Солодов. Ну, вот, первый момент мы с вами видим, что человек берет Солод сразу на ручную дробилку. Дробилка – это, вот, кстати, на килограмм Солода рассчитанная. Не говорит нам, какой объем Солода он сейчас использует или вес. Ну, давайте посмотрим дальше, может быть, там дальше что-то расскажет. И не говоришь, что это, кстати, светлый Солод, но пока по видео видно, что это светлый Солод. Также, вот, вы видите, он надробил, у него получилось 4 емкости. Пока объем, я не знаю какой, но, судя по виду, скорее всего, килограмм 5. Обычно алюминиевая кастрюля человек, я так вижу, что он сам врезал туда термометр, врезал туда кран. Из баклажки наливает воду, я думаю, что это покупная вода, но, может быть, возможно, он набрал у себя это из колодца или еще откуда-то. Ну, давайте послушаем, что скажет. Вот, налил воды, почти, видите, осталось небольшое расстояние до высоты, до краев соло-заторного бака. Сколько воды налил, пока не говорит. Ну, давайте послушаем дальше, что у него будет дальше происходить, но это важно. Вот, хотел сказать, что он себе сделал внутри сетчатый фильтр, то есть, как бы имитировал фольжно. То есть, в процессе затирания солода, частички зерна будут оставаться внутри бака, сетка будет задерживаться, а чистое сусло будет уже выходить. Это хороший лайфхак для начинающих домашних пиоваров, если у вас, например, нет мешка. Вот он опускает термометр, показывает, что вода 17 градусов. Сейчас узнаем, до какой температуры он будет нагревать, и, может быть, все-таки он скажет, какой у него гидромодуль. Еще раз напоминаю, гидромодуль – это соотношение зернооса и актуи. Здравствуйте, господа пивовары, начинающие, продолжающие, сомневающиеся. Уверен, у каждого из нас порой возникает такое желание пройтись тропинками своей юности. Не скрою меня, порой посещают такие желания пройтись теми самыми аллейками, дворами, лавками, скамейками, парками и садиками. Итак, сегодня мы будем с вами варить пиво Солдов, которое давно исчезло с прилавков наших магазинов. Очень хотелось бы его попробовать, конечно, но, к сожалению, ничего нет. Опять же, вот он говорит, мы хотим попробовать пиво Солдов. Многие, например, люди, которые его никогда не пробовали, и вообще не понимают, что это за пиво Солдов. Это какое пиво? Светлое, темное, это Эль, это лагерь, это еще что-то. Тоже, кстати, не очень понятно. Но, надеюсь, он все потом расскажет, и какие температурные режимы он хочет делать. Давайте смотреть дальше. Этого попробовать нельзя, но, повторюсь, я провел свое маленькое расследование конкретно о стиле, о том, почему именно такие ингредиенты я буду рассказывать уже в ходе своего мини-раследования. Все, тогда вот он говорит, что расскажет потом, значит, мои замечания были лишние, но для профилактики не помешает. Исследование, если позволите. А пока просто, тупо, рецепт. Итак, заливаем 15 литров воды. Здесь учитывается пропорция моей кастрюли. Она 20-литровая, поэтому, как бы, ну, каждый будет пересчитывать на свои объемы. Заливаем 15 литров воды. Нагреваем до 55 градусов. И в этот же момент засыпаем 4 килограмма дробленого, естественно. Ну, вот, смотрите, у него получается на 15 литров воды 4 килограмма солода. Вот, можете пересчитать гидромодуль. То есть, у него, скорее всего, получается где-то чуть больше 4. В принципе, это допускается при варке обычно светлого пива, но обычно лучше, когда на 1 литр воды, да, на 1 килограмм солода. Желательно лучше 3-3,5 килограмма зернового сырья. Но, возможно, ему это удобно, потому что, во-первых, у него кастрюля небольшая. Это раз. И он уверен, что при такой густоте у него все нормально будет, с фильтрацией проблем не будет, и все будет хорошо. Ну, давайте посмотрим дальше. На солода пился. Я взял шато, бельгийский солод. Температура у нас пока что 50 градусов, поэтому нам осталось подождать еще 5 градусов. Ждем. Добрались до 55 градусов, у меня, правда, 57 уже немножко проворонил, ничего страшного. Засыпаем солод. 4 килограмма пилснера, напоминаю. Ну, вот он говорит, что ничего страшного, температура 57. В принципе, в принципе, как бы допускается, но желательно, если, я так понимаю, он хочет сделать паузу, белковую паузу 50 градусов, да, напоминаю, что она в диапазоне от 50 до 52, ну, обычно надо делать 10-15 минут. Вот, зачем она нужна, чтобы у нас было хорошее формирование пены и аминный азот для отбражения дрожжей. Вот, но сейчас посмотрим, сколько смешать, сколько в итоге будет. Главное, чтобы не выше 52, потому что будет уже выше 52, мы с вами белковую паузу уже начинаем ее пропускать, и не факт, что те белки, тот аминный азот, который нужен для питания дрожжей, мы с вами получим. Вот он правильно делает, по всему периметру аккуратненько, сыпет, не как все в одну кучу в центр, чтобы равномерно солод распределился с водой. Обязательно помешанья деревянной лопаткой, это тоже правильно, чтобы комочков не образовалось. Вот, смотрите, он пока показывает, у него 55, это уже превышение. То, что нужно. На паузу мы останавливаться не будем, мы просто медленно пройдем ее. Также могу сказать еще, как бы, почему он пропустил, в принципе, белковую паузу 50 градусов. Если вы работаете на импортном сырье, а вот человек в данный момент работает на солоде Custom Mouthing, Chateau Pilsner, да, в принципе, можно ее пропускать, эту белковую паузу, потому что это все солод высокого качества, все хорошо растворимые, и не всегда белковая пауза нужна. Я единственное, что оговорюсь, если вы работаете на отечественном сырье, то, пожалуйста, этой паузой не пренебрегайте, потому что все-таки отечественный солод, отечественный ячмень, он все-таки требует эту паузу. Они не всегда хорошо растворены, растворенный солод, поэтому вы ее не пропускайте. Поэтому в данном случае, если вы будете делать такое же пиво, но он на отечественном сырье, лучше затирайтесь там температурой 52, вода, закидывайте солод, у вас как раз температура опустится на 2-3 градуса, будет 49-50, и тем самым выйти на белковую паузу. В этом случае человек эту паузу пропускает и, скорее всего, будет греть на 66, либо на 63 градуса. Ну, смотрим дальше. В движении не будем огонь выключать. Постепенно движемся к следующей температуре, это будет у нас 67 градусов. Ну, вот, говорит он 67 пауза, пауза 67, скорее всего, он хочет делать на паузу метод по английской системе, то есть пауза 66-67 градусов в 1 час, и потом уже сразу на 78-й меш-аут и начинаем фильтрацию. Что хочу заметить, человек пока не закрывает крышку, возможно, возможно, он просто нам на камеру показывает, что он просто перемешать, оставляет, но если дальше крышку не закроет, это все-таки будет считаться ошибкой, потому что много кислорода будет заходить в ваше сусло и будет начнет его окислять. И кислород, к сожалению, враг, как в процессе созревания пива, брожения, доброжения, так и в процессе варки. Ну, посмотрим дальше, что будет. Ну, в районе 40 минут постоим на ней. А, вот он даже паузу 67 градусов хочет 40 минут. Интересно, почему 40, а не час? Ну, давайте посмотрим дальше. А пока тщательно перемешиваем наш затор. Это очень важно. И так, господа, 67 градусов. Ну, вот я, как и вам и сказал, крышку он не закрыл, и, скорее всего, он ее не закрывал. Единственное, он правильно делал, что он помешивал. Я рекомендую, если вы нагреваете в кастрюле, то есть, затерлись, помешали, там, буквально 2-3 минуты комочки разбили, закройте крышку, пусть дальше нагревается. И, то есть, периодично все, там, раз в 10 минут перемешивайте. Не надо постоянно держать открытой крышкой и мешать, потому что, опять же, кислород туда, вот этим мешанием с открытой крышкой вы сами кислород туда загоняете, его растворяете. Это идет окисление сусла вашего, тоже скажет, потом негативно на вкусе может сказаться. Поэтому, вот, такой вам совет. Ждем 40 минут, а пока идет пауза, я вам расскажу о своем расследовании. Вот, пауза идет, обязательно крышку, пожалуйста. А, вот он закрывает, наверное. А, закрывает, да. Все. Вот, кстати, смотрите, какая интересная крышка. У него закрывает всю кастрюлю, в середине крышки он просверил отверстие, либо ручку вытащил от крышки, просунулся под термометр. Очень, кстати, хорошая тема. То есть, вы всегда будете смотреть при закрытой крышке, какая у вас температура в заторе. И если у вас вдруг температура, например, понизится, вы можете немножко подогреть, чтобы у вас пауза была, ну, которая нужна. Ну, не могу понять, зачем он тогда, этот термометр, столет, потому что у него в кастрюле сбоку тоже есть термометр. Возможно, он неисправен, и он перестраховывается, но все может быть. Итак, с чего же начать? Сначала нужно узнать, какой завод производил это пиво. Ну, это не самая сложная задача в этом расследовании. Достаточно просто погуглить, и мы с легкостью узнаем, что завод назывался Красный Восток. Вот, видите, я угадал, все-таки память у меня не подходит. Пиво Солодов был единственной премиальной маркой, которой производил данный завод. Все остальное пиво являлось дешевым сегментом слабоалкогольной продукции. Жук. Это интересно, вот это он сказал про линейку этого завода, или он сравнивает пиво Солодов с другими пивом, которое было достаточно интересно. Честно говоря, я не знал, что пиво Солодов являлся премиальной линейкой. Насколько я помню, он всегда был обычным светлым пивом. Да, была такая реклама, реклама была достаточно, как правильно сказать, не то что агрессивная, ее было много, да, и тогда только-только реклама пива пошла, такая отечественная. Но сказать, что это премиальный Солод, из-за того, что человек говорит в экран, за качество отвечает, ну, это больше был пиар, скорее всего. Вот, и еще раз, еще я, кстати, вспомнил один момент, проблема пива этого завода была одно, что завод использовал систему обратного осмоса, да, для подготовки воды, и, к сожалению, все минеральные вещества, которые в воде присутствуют, осмос убирает. Так вот, мы тогда, еще учась в институте, разбирались с нашими преподавателями, почему пиво такое, ну, не имеет прям такой супервкус, есть какие-то пустота своя была, вот, насколько я сейчас помню, и мы пришли к тому, что воду они, к сожалению, нормально не подрабатывают, то есть осмос-то они убрали с соли, а дополнительно не вносили. А для дрожжей очень важно соли, там, хлора, например, да, сульфаты, да, там, содержание кальция, потому что если вы это ничего добавлять не будете, у вас и поражение будет, проблема с осаждением дрожжей, например, если кальция вас не будет хватать, если у вас будет мало ионов хлора, у вас будет более жесткий вкус, или у вас, например, магния будет много, это тоже влияет на вкус. Вот, так помню, это была проблема завода, и из-за этой проблемы они не поняли, что почему пиво не так сильно продается, как они хотели, рекламы было очень много, вложили денег кучу, а такие объемы не продавали, и, скорее всего, из-за этого завод-то и закрылся. Там что, жук? Показалось. Итак, чтобы добыть информацию, я пошел по классической схеме и засел в читальном зале городской библиотеки. И вот после долгих недель кропотливого изучения документов, книг, бумаг, газет, я наткнулся на подшивку газеты «Коммерсант». Одна из газет в этой подшивке была датирована 26 сентября 2001 года. И в этом номере газеты я наткнулся на интервью тогдашнего директора завода «Красный Восток» Ильшата Хайрулина. В целом, в интервью практически не было никакой прямой информации, но можно было вычленить косвенные зацепки. Именно это я и сделал. Один из вопросов к Ильшату был таким. Судя по надписи на этикетке, сваренной по рецепту 1903 года, мы хотели создать не только образ импортного пива, но и старого, старинного. Ильшат отвечает. Нет, этот сорт пива действительно варился с 1903 года на этом же заводе, который тогда, в те годы до революции, назывался «Восточная Бавария». Но сорт этот, конечно, не назывался «Солода». И название, естественно, он не сказал. Он сказал, что в 1917 году этот сорт утратил популярность, был вытеснен «Жигулевским», «Ячменным колосом», поэтому его перестали варить. Ну вот смотрите, вспоминая историю немножко, и вспоминая Павла Егорова, вы ролики неоднократно с ним видели, в те годы, особенно там 1903, человек упоминает 1917 год, не было светлого ячменного солода, понятие пилзнер, был всегда венский солод. И, скорее всего, на тот момент варили 100% венского солода, а это немножко пиво другое. Человек сейчас варит пиво из светлого солода, пилзнер. То есть солод венский, он отличается от пилзнера. Во-первых, у него более хлебный аромат, это раз. Во-вторых, у венского солода цветность в районе 6-8, EBC, да, а у пилзнера, который он сейчас использует, там 3-4. То есть цветность в два раза, ну не в два, ну почти в два раза меньше. Поэтому и вкус, и цвет немножко не будут соответствовать тому сорту. И, скорее всего, Красный Восток, он уже тогда не мог воссоздать этот сорт, который был в 17-м году, потому что они не варили на венском солоде, они варили на обычно светлом солоде. Поэтому тут немножко уже неверная инфа. Рецепт остался. И вот они откопали его в конце 90-х и начали варить по этому рецепту пиво премиум сегмента под названием солодов. Уже что-то, уже зацеп. И опять же вопрос, почему это пиво считается премиум? Как бы они, единственное, что допуская, скорее всего, они, или насколько я помню, возможно, первой варке начинали работать с импортного дорогого сырья, и хотели его отнести в линейку премиального сегмента. Либо это просто пиар и работали на обычном отечественном солоде. И сегодня, возможно, мы приблизимся хотя бы на один шаг к возвращению этого пива в нашу жизнь. Поехали! 40 минут прошло. Вот, кстати, он не сказал, нужно ли мешать затор или нет. Вот, смотрите, 40 минут, был затор, крышка была закрыта, солод не мешался, то есть это ошибка. Я рекомендую там через каждые 10 минут промешивать, чтобы у вас все слои вашего затора равномерно прогревались, и действие ферментов дело не слоями, а по всему объему. Иначе, если так все оставите, у вас солод осядет, тяжелая часть, мука наверх, и ферменты будут действовать частично только, допустим, на нижние слои, а на верхние они не будут действовать. Ну, вернее, будут действовать, но не до конца. Да, и это вот как раз ошибка. У промышленных пиоваров за все, за вас мешает мешалка, она постоянно включена, будь то пауза, либо нагрев, а у домашних пиоваров, к сожалению, такой возможности нет, поэтому, пожалуйста, обязательно нужно все перемешивать. Я не говорю, что постоянно, но раз в 10-15 минут обязательно нужно промешивать. Снимаем крышечку. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас там. Что у нас там по цвету. Сейчас я вас поднесу. Вы же должны тоже посмотреть, что у нас там. Ну, вот видите, вода наверху так более-менее осветлилась, то есть вся часть же густая осела. Делаем паузу, все изменится. Пока, пока мутненько. Продолжаем нагрев до 72. А, вот он все-таки делает паузу 66 и 72, осахарящую паузу, но, в принципе, уже неплохо. Значит, наверное, будем смотреть реакцию осахара. Подставочку кладем для термометра. Температура почему-то поднялась в процессе. Ставим термометр и продолжаем мешать, нагревая до 72 градусов. Так, я вас пойду обратно на штатив поставлю. Вот так. По-моему, я включил зум. Затор такой жиденький-жиденький стал. Очень легко мешается. Ну, конечно, он будет жиденький, если у вас соотношение воды к свету больше четырех, конечно, он будет жиденький. Тут важно человеку потом посмотреть. Наверное, он будет меньше промной воды задать, чтобы на плотную плотность выйти, которую нужно. Кстати, он не сказал у того пива солдов, какая была начальная плотность, 11 или 12. Для меня это тоже загадка, но, надеюсь, он скажет потом. Ну, опять, крышку не закрывать. То есть, можно, не знаю, 2-3 минуты помешать и закрыть крышку. Вот эти все движения постоянно, это все вы туда загоняете ваш кислород, и он там растворяется, который нежелательный. То есть, вот это избыточное содержание кислорода в сусле, оно приводит к различным побочным продуктам, потом уже в процессе кипячения, а также при брожении вкус не очень будет чистый. Google, научись, ну, ты понял, ты знаешь, чем если он научится. Научись, наконец, передавать запахи. Google. Представляешь, сколько можно будет рекламы делать на основе этой технологии. То есть, понимаешь, если там рекламируют какой-нибудь шашлык, рекламируют пиццерию, рекламируют пиво, и вот из монитора или там с какого-то приспособления выпрыскивается какая-то вот субстанция с запахом вот этого вкуснейшего шашлыка, вкуснейшей пиццы, чего-то. Очень творческий человек, конечно, много очень разговоров, но мы немножко потерпим, и вы потерпите, уважаемые зрители. Просто интересно, чем все это закончится. Еще какой-то еды. Человек просто, не просто от созерцания этого, а еще и от запаха просто бежит по-любому покупать. То есть, Google, ты представляешь, какие-то возможности для рекламы? Ребята из Google, садитесь срочно в лабораторию и начинайте изобретать. У вас для этого есть все возможности, все средства. Бабки у вас есть, в конце концов. Вы их можете приумножить на этой технологии. Ну все, 72 градуса достигли довольно-таки быстро. Попал. Оставляем на 20 минут. Пока у нас длится пауза, мы будем нагревать промывочную воду. 5 литров. А, промывочную воду, послышу, послышу, сбаночную. Ну, в общем, нагревает чайник, нагревает это. Это правильно, не промывочную, а промывную. Желательно подогреть ее до хотя бы 80 градусов. Догрейте, когда момент фильтрации у вас будет, она немножко остынет. Главное, чтобы она была ниже 75, не выше 80, чтобы у вас при промывке дробины вы не нарушали скорость хода фильтрации. И тем, с этой температуры вы достаточно экстракт, который остался еще в вашей, условно, дробины, перевели в сусло и сделали объем, который вам нужен перед кипячением. Но если будете просто кипятком промывать вашу дробину, это тоже ошибка. То есть, это слишком выщелачивает дробину. Но ферменты будут уже инактивированы, вы, к сожалению, не получите того экстракта, который вам будет нужен. И это может потом привести к инактивации ферментов и, может быть, даже какая-то часть неосахарного крахмала попасть в ваше сусло. Это нельзя делать. Поэтому температура промывной воды не ниже 75, но не выше 80. Немножко в кастрюльке и немножко в чайничке. Итак, 20 минут прошло. Ну вот он говорит, 20 минут прошло. Опять не показал, размешивал он хотя бы один раз, раз в 10 минут или нет. Я думаю, что, скорее всего, нет. Это опять ошибка. Обязательно раз в 5-10 минут перемешивайте хотя бы одну минутку, чтобы у вас равномерно затор при этой паузе находился и все ферментные процессы по всему вашему затору происходили. Это очень важно, особенно на паузе 72 сахарящей, чтобы у вас тот крахмал, который есть в зерне, превратился в более простые сахара, и реакция сахарения у вас прошла хорошо. Поэтому настало время делать йодную пробу. Вот, важно. Момент истины. Единственное возвращение йодной пробы. Кстати, правильно, белое блюдце, ну йод, но домашний пиовар, конечно, у него калий йод, скорее всего, нет, 0,1 нормальный. Если у вас нет такого раствора, то, пожалуйста, можете использовать, конечно, медицинский раствор йода, но так как он очень концентрированный, я вам рекомендую его разбавить хотя бы в 4 раза, чтобы можно было адекватно оценить эту йодную пробу. Поехали. Видите, какой-то очень мощный концентрированный раствор йода, и он очень темный, и когда вы начинаете по вашей пробе вот это гонять, можно не всегда увидеть ту синету, синеву или, допустим, фиолетовое окрашивание, поэтому обязательно разбавляйте. Ну, давайте посмотрим, что же в итоге получилось. Йодную пробу мы удачно прошли, поэтому... Вот он говорит, йодная проба прошла удачно, но очень такой темный цвет йода, да, и могу сказать так, если бы он был разбавлен раза в 4, и было такое, тогда было точно было видно, желтое или темное, или какое, а вот при таком концентрировом йоде до конца не видно, потому что, возможно, возможно, она и слабо прошла, поэтому последуйте совету, разбавляйте обычный медицинский йод, чтобы точно убедиться, что цвет должен быть светлый-желтый. Продолжаем нагревать до 78 градусов, для того, чтобы остановить работу ферментов. Сейчас мы с вами немножко посмотрим, как выглядит сусло там. Вот, кстати, он сказал, подогреваем до 78 градусов, дабы остановить работу ферментов. Это немножко неверно сказано. Мы подогреваем с вами затор до 78 градусов не для этого, а чтобы процесс у вас затирания закончился. Действие ферментов, некоторых инактивируется, некоторых до сих пор идет, и в процессе фильтрации он тоже идет. Вот, но как бы выше лучше не делать, потому что если будете делать 80 градусов или 79, все ферменты практически прекратят свое действие, и мы, к сожалению, можем поймать неосахарный затор и крахмал, несмотря на то, что йодная проба у вас вроде бы прошла, но опять же есть риски. Поэтому 78 градусов – это обычная нормальная температура, при которой и у нас будет хорошо идти процесс фильтрации, потому что при этой температуре у вас идет хорошая вязкость раствора. А если вы помните, что чем выше температура, тем меньше вязкость раствора, тем фильтрация пойдет быстрее. Если, например, мы с вами подогреем до 80, да, фильтрация будет еще лучше, но уже время инактивации ферментов будет, и вы не получите тот экстракт, который вам нужен, выход будет меньше, и тем самым будет перерасход сырья. Поэтому делайте на 78-й паузу. Еще момент такой, забыл сказать, что вот он сказал, подогревайте до 72-й паузы, до 78-й, нужно обязательно смотреть, насколько после выключения, например, в его случае газа, ваша температура может вырасти. То есть такой вот эффект теплового градиента, когда может по инерции дальше нагреться. То есть он остановил на 78-й, она, например, по инерции догрелась до 79-и, до 80-и. Поэтому, пожалуйста, учитывайте при этом эту тему, особенно если у кого электрические плитки, потому что электрическая плитка не быстро остывает. Она имеет свойство еще в дальнейшем при выключении отдавать свое тепло, и тем самым у вас температура может на 1-2 градуса уйти вверх. И пауза, к сожалению, будет уже не точной. Вот, но в случае с газом, газ он быстро тухнет, и тепло, ну, в принципе, практически уже не отдается, поэтому у него таких рисков не особо много. От всей вот этой вот взвесью, ну, в принципе, уже видно, что такое, такой интересный цвет нас ожидает. Надо было немножко, наверное, добавить какого-нибудь, какого-нибудь карамельненького. Ну, посмотрим в следующий раз. Короче, движемся к мышалке. А у нас пока тут води согрелится. Сейчас посмотрим, сколько градусов она. Далеко ли нам еще до 80? Ну, вот видите, он правильно говорит, до 80 градусов подогревает. Как раз на момент фильтрации догреть до 80 градусов, и уже потом этой водой может промывать. Но я рекомендую не выше 80, а лучше вообще сделать 78-79, не больше. Ну, мы градусов до, наверное, 85 нагреем. Говорит, до 85 хочет нагреть. Это очень много. Это уже будет выщелачивание дробины. А если вы будете выщелачивать дробину, то есть повышенной температуры, помимо того, что инактивация фермента у вас упадет, у вас будет терпкий вкус у вашего пива, и пиво, когда будете его пить, оно может вызывать немножко терпкость такая. Как говорят, немножко дерет горло, и это очень может быть. Все из-за того, что вы просто, вы вашу прумную воду сделали больше 80 градусов, и те танины, которые входили в состав зерна, переходят в ваше пиво. До этого момента не нагрелось. Не пускай стоит, остывает, пока мы сейчас нагреем сусло, пока 5 минут у нас мешало. она как раз остынет до 80 градусов. Да, в принципе, это и незачем. Короче, выключаем пока нагрев, промывки. Пускай у нас нагревается сусло. Ставим обратно палку, чтобы следить за температурой. Мешало закончился. Сейчас будем проливать наше пиво. Так, для этого нам нужен какой-нибудь, какой-нибудь кружка. Очень интересно сказал, проливать наше пиво. Ну, не проливать, а фильтровать не пиво, а сусло. Пиво, оно будет сочетаться, когда вы тогда зададите дрожжи. Вот. И опять же, он начал греть до 78-ю паузу, крышкой не накрыл. Опять кислород свободный, свободный туда идет. Опять ошибка. Кружка. Что? Поехали, чтобы вам было видно. Мутненькое пошло сначала. Вот он используется, чтобы вам показать, конечно, я понимаю, что это для видео, и кружку стеклянных. К сожалению, не все кружки стеклянные могут выдерживать температуру 80 градусов. Поэтому, пожалуйста, аккуратно, возьмите лучше кружку из толстого стекла, вот как в данном случае у человека, да. А либо можно вообще взять там какой-нибудь пластиковый стакан, который выдерживает температуры высокие. И, как бы, я так понимаю, с помощью него он будет собирать это мутное сусло, возвращать обратно. И потом уже открывать кран, когда осветлится сусло, и будем собирать первое сусло. Сначала идет мутненькое, поэтому мы сейчас его вернем обратно в затор. Кстати, камера стоит, но не видно, крышка закрыта или открыта. Я рекомендую обязательно, чтобы крышка закрыта, потому что вот у вас огонь потушен, 78 градусов, если при открытой крышке оставить вот этот все процесс намывкой и так далее, затор очень быстро остывает. То есть у вас, ну, может быть, внутри там еще температура 78 будет, а на верхней поверхности уже будет там 2-3, ну, градусов 5 потерь. И когда вам это сусло с нижних слоев навливать в кружку, верхнюю навливать, да, температура частично будет выравниваться, но потеря уже сразу будет на 2-3 градуса, и температура может упасть с 78 до 75 ниже, у вас начнет увеличиваться вязкость вашего сусла, и процесс фильтрации начнется дольше. И еще один момент, что часть экстракта тоже будет хуже отдаваться, потому что при большей вязкости экстрактивность тоже начинает падать, и это опять потеря вашего экстракта. Еще разок. Тоже немножко с брухом идет. Опять возвращаем. Да, надо кружечку побольше, литра на полтора. Кстати, ну вот человек делает это кружкой, я, в принципе, могу сказать так, вы можете даже кружку не поставлять, просто вот ваш вот этот бак пластиковый, который можете сразу фильтрацию пустить, сразу увидите по вашей струе, когда у вас мутное перестанет, и потом этот бак просто один раз вылите уже обратно в ваш фильтр-чан, и тем самым сократите вот эти лишние движения постоянно кружками и так далее, вылите, сразу увидите, сократите время, и температура меньше будет падать при вашей фильтрации в вашем фильтрационном баке. Пока что-то мутненько идет. Но вообще было очень много пыли при помоле, поэтому, возможно, оно такое и будет. Сусло теперь. Опять я забыл про хамут барашком. Готовился к варке, а про хамут барашком позабыл. Значит, в следующий раз. Ну что, сливаемся? Ну вот смотрите, он уже одел шланг, да? В принципе, можно делать, намывку было даже при этом шланге себе, как говорится, не обжигать руки и так далее, не рисковать, что лопнет у вас кружка или нет, просто сюда отфильтровать, обратно вылите как бы. Лишние движения просто были. Ну вот сейчас сусло реально идет прозрачное такое уже более-менее. Такое сильно мутно, сейчас идет все правильно. Сейчас дробина начнет оголяться, остановится. Крышка не закрыта, зато растывает. Процесс. Зальем промывочной воды туда. Сколько мы уже тут набрали? Пять литров уже набрали. Надо двадцать. Так, все. Солод показался. Вот видите, кучка такая вылезла. Так, начинаем лить промывочную воду. Наверное, чайничком сначала. Аккуратно. Кстати, вот он чайничком говорит. Опять, какая температура в чайничке? Надо было хотя бы, допустим, опустить до термометра, посмотреть, не выше ли она 85 градусов, да, или ниже ли она 75. Тоже вопрос. Ну, будем надеяться, что такая, но я думаю, что скорее всего там градусов 90, и он вот этой горячей водой будет лить наш затор, тем самым выщелачивать дробину, которую нам это совершенно не нужно. Ну, вот, кстати, в процессе доливания, вы видите, он льется, и достаточно много еще сусла на поверхности. А то, что у него вот этот оголился небольшой островок солода, это не означает, что весь объем дробины показался. Поэтому можно было еще немного стянуть, но рекомендуется стригать, конечно, не до полного слоя сухого, а чтобы где-то один сантиметр сусла оставался на поверхности солода, тем самым, чтобы не было окисления сусла. Вот. Ну, мне кажется, он тут немножко поторопился, концентрацию можно было еще побольше снять первого сусла, потому что уже ранняя разбавка, она тоже разбавляет экстракт, опять потери по экстрактивности и по объему пива уже, который вам нам нужно. Вроде ничего, нормально такое сусло идет. Хотя, как тут увидишь, я, значит, вот эту водичку сольем, нальем из кастрюльки еще. Там, глядишь, 20 литров-то и наберется у нас. Не закрыл опять крышку, зато расставает, опять ошибка. Так, дробина опять показалась, хорош. Десяточку хоть набрали? Десяточку пока не набрали. Так, вам не видно, наверное, что передбина. Так, ладно, сейчас выключаю, сейчас из кастрюльки вот еще добавлю воды. Хотя, что я выключаю, я вот так сейчас кружкой буду лить. Ну, правильно делать, равномерно по всему объему. Наверное, ждать даже нам не требуется. Это правильно. Но опять температуру воды не померил. Какая сейчас кастрюльки была? 85. Насколько она остыла, никто не знает. Так что все, сливаем теперь все до конца. Дробину можно оголять. Желательно, чтобы получилось 20 литров, но, скорее всего, так не будет. Опять придется при кипячении добавлять. Как будто она бешено льется. Опять бешено пошло. 15 литров есть. Ну, вот, кстати, человеку говорят, нужно 20 литров строго. Я уже бы на 15 литрах, если у вас есть возможность дома иметь сахаромер или рефректометр, уже нужно померить плотность вашего сусла, потому что нужно понимать, нужно вам дальше еще воду лить или нет. Потому что, если у вас, например, ну, условного, я думаю, этого человека плотность он будет делать 12, ему нужно перед кипячением сделать хотя бы там 11, чтобы выйти на ту плотность 12. А если он сейчас соберет дальше эти промыводы, и у него, допустим, плотность сейчас не 11, а меньше, и он будет дальше разбавлять, он может не выйти на ту плотность, в которую нужно. И как он сам сказал, что придется в кипячение добавлять там сахар или еще что-то, чтобы выйти на ту плотность. Поэтому, пожалуйста, не добавляйте сразу все количество прумной воды обязательно мерите по мере вам наполнение объема вашего первого сусла там или второго какая у вас реально сейчас плотность то есть сколько еще можно добавить воды чтобы вам выйти хотя бы это на ту плотность перед кипячением которого нужна 10 литров маловато промывку добавлять уже поздно короче на промывку надо запомнить надо запомнить что добавлять больше воды наверное литров 10 что ли может быть 7 сольем посмотрим сколько получится и там уже будем тогда думать и так господа фильтрация пошла успешно получилось у нас около 17 литров сусла переливаем значит все это дело обратно в кастрюлю от мыл от солода вот кстати вот он собрал 17 литров а плотность он не померил то есть какая будет плотность перекипячение то есть мы скорее всего он будет мерить плотность уже в конце кипячения то есть пиовар может перед кипячением уже узнать плотности тем самым исправить эти недочеты которые унили в процессе затирания или промывки воды а сейчас мы просто играем в лотерею получится у нас не получится и в итоге скорее всего скорее всего он будет что-то добавлять для повышения плотности но это опять же перерасход сырья и это неправильно всего вот этого переливаем обратно в кастрюлю и включаем нагрев цвет кстати красивый красивый цвет намного много пыли много пыли мы сейчас постараемся аккуратненько туда чтобы она не попала ну да если у вас там много пыли там или осадков резко не выливайте ваш сделать это потихоньку если бы у вас был бы ассистенту можно было даем потихонечку наполнять или как второй вариант можно было вашу вот этот варочник составите низ а вот этот ваш фильтрация поднять наверх и также по трубке которая есть как от ферментера просто открыть короны плавный перелить чтобы у вас как раз на если на дне будет осадок он как раз не попадет останется на дне а скоро на уйдет от чистый это чистое сусло перед кипячением хорош наверное помол в следующий раз надо делать чуть-чуть покрупнее и так 17 литров сейчас наверно скипятим чайничек воды добавим сюда он скипит быстрее чем кастрюля поэтому кипящая вода из чайника прибавит температуру общего нашего с одной стороны это правильно с другой стороны он еще будет дополнительно разбавлять водой не знаю той плотность какая сейчас у него есть для ускорения процесса нагрева это правильно но неправильно точки зрения разбавлять эту плотность или нет по мне так лучше пусть он нагревается медленнее но там будет хотя бы концентрация хорошая начальных веществ нежели он ее разбавит и не выйдет на ту плотность которую мы нужно сусло тем самым как мы поднимем температуру чуть-чуть эту плюта вот ждем начала закипания вот такая вот муть осталась у нас промежуточной емкости видите ли много пыли было при при помоле вот видите он даже показывает как они муть и грязь была видите сбоку это торчит кран вот так если по на вот этот ферментер поставил наверх и вниз послуживая варочный просто слил даже не надо было наклонять это сусло то есть закачал бы чистый объем сусло а грязь и осталось то есть кран даже это бы не высосал вот это вот остаток поэтому на будущее как лайфхак вам на заметку естественно и в основное сусло все это дело тоже попало просто что осел вот осталось промежуточной емкости но там там этого тоже дофига так все чайник у вас закипел смотрим температуру 77 наливаем кипящую воду сейчас посмотрим как у нас изменится температура я думаю что сильно то она не изменится потому что все таки объем воды маленький вопрос зачем мы тогда это делали то есть мы вроде чайник вскипятили полтора литра воды налили температура особо не поднялась но вы разбавили свое сусло зачем непонятно ну градусов на 5 сможет быть поднимется ну как то вот так вот не до краев может еще чайничка скопить очень интересный подход может еще чайничка скопить ну да видно что по градусник ну поднялось на три градуса но это не особо сильно ускорил то есть вы разбавляете затор три градуса выигрываете но при этом разбавляете ваш затор по то есть на то можете не выйти и это уже неправильно придется сахар класть или еще что-нибудь что он бы ну посмотрим дальше по видео ну такой подход и интересно но неправильно до 80 градусов поднялась всего на 2 градуса это немного ради этого бы разбавлять полтора литра на 17 литров до краев это получается он по добавил 10 процентов воды тем самым разбавил еще еще хочет 10 процентов воды добавить при этом не мере свой затор свою присутствую но это тоже неправильно я думаю что он сильно разбавит и в итоге придется ему что-то добавлять так еще один чайничек у нас скипел температура 90 градусов доливаем еще один чайничек чуть вообще не меняется температура он чтоб крышка не упала в сусло смотрите смотрите он наливает там остается буквально один сантиметр от края кастрюли я допускаю что в момент кипячения вот он слегка крышку прикроет сусло есть риск что будет вливаться привык кипячения да это будет всего лишь сливаться по стенкам газовая газовая плита будет вот это сусло пришкваривать их карамелизирует прямо на кастрюле вот эту тему но это немножко неправильно может быть пригорать ну давайте посмотрим будет ли это так интересно 91 так ладно вот так вот так вот накроем чуть-чуть получится чуть-чуть вот так ставим пускай занимается ну что господа сусло закипело а это значит что можно налить пивка я его конечно же на очень интересный подход смотрите в момент кипячения я все думал как он будет это делать крышку он снял вообще у вас и то есть он варит при открытой крышке с одной стороны это хорошо у вас хорошо выпаривается диметил сульфид у которой допустим если слабое не интенсивное кипячение и не при открытой крышкой все замкнутой системе у вас аромат и может быть вареных овощей там кукурузы вареные до следствие вот этого не интенсивного кипячения но у него интенсивность кипячения хорошая мне нравится мне не нравится что у него крышка вообще снята потому что часть кислорода при кипячении также окисляет ваше сусло а еще раз напомню что кислород это враг для пивоваров как процессе приготовления суса так процессе и созревания и брожения потом куча кислорода сейчас растворяется в вашем сусли которая потом потом пойдет на брожение я рекомендую в данном случае крышку надо было просто хотя бы одеть на половину или чуть больше чтобы у вас и кипела и немного кислорода туда заходил вот это правильно а здесь не скажу что правильно что за пиво я пью я вам пока не расскажу потому что я его еще не дегустировал но это то пиво которое я варил сам зачем раскрывать все секреты раньше времени ароматный ароматный запах интересная ароматный запах и горчинка и кислинка все как надо пардонте по зачем кислинка тоже вопрос как он пиво стиле река и пьет тоже вопрос если это лагерь никакой кислинки там практически быть не должно то есть должно быть солодовый вкус аромат хлеба хлеба сусло и аромат хмеля и горчинка от хмеля кислинки не должно быть нет не гроза а все понял извиняюсь он как раз в начале передачи нам говорил что от газа газа и кислинка должен должен иметь ну хотя бы то бы сказал что я пробую газа и тогда значит будем накипятить сусло 60 минут за 40 минут до конца кипячения добавим хмель один раз будем хмели вносить хмель у нас хиллертауэр миттельфрух 4.5 миттельфрух миттельфрух если правильно говорить человек говорит за 40 минут до конца кипячения то есть он выбирает среднюю порцию то есть он хочет частично чтобы горчинка от хмеля пошла и аромат то есть он кипятит 60 минут то есть за 20 минут до конца кипа но могу сказать так что к сожалению к сожалению 20 минут кипа это сильно будет влиять на аромат то есть аромат он вообще улетит за 20 минут тем более крышка у него открыт он весь улетит туда воздух останется какая-то горчинка хмеля метр халертау миттельфрух это ароматный хмель и он ценен тем что у него хороший аромат а к сожалению при данным внесения хмелем весь аромат потеряем останется просто горчинка сожалению ароматов мили скорее всего там пиве нет кислоты добавлять будем 50 грамм целый пакетик прям бахнем вот он если кто-то может быть вернее не если кто-то а если мое произношение неправильно это вот можете прочитать вот так вот называется хмель 50 грамм за 40 минут до конца кипячения больше закидывать не будем он нам даст немножечко и горечи и наверное все-таки ароматики ароматикам к сожалению не даст 40 минут будет кипеть не знаю наверное в горечь все уйдет вот ну пивка у нас такой все-таки немножко легенькое я помню как мы его пили там в детстве в детстве я тогда учился уже а где тогда учился но это наверное был 10 класс хотя нет наверное уже 11 хорошо жарко на улице вот прохладного пивка с горчинкой так хорошо в общем я не помню какой-то был точно год но какой двухтысячный будет 2001 2002 может быть мы работали тогда летом с товарищами в одной деревне красили газовые трубы кирилл тебе огромный привет хотя мы с тобой так видимся частенько вот красили газовые трубы естественно получали зарплату а пиво с холодов тогда было не самым дешевым но я уже говорил что премиум сегмент тем более тогда вообще бутылочное пиво считалось роскошью для нас для подростков пили в основном полторашки разъемное было очень дешевое но очень вкусно опять же говорит что пиво было роскоши бутылка пива было всегда много просто она была дороже чем в пете я тоже помню эти времена вот и в пете всегда было дешевле особенно там объемы например два два с половиной литра были очень популярны да то есть там если покупать сравниваем цену стеклянной бутылки и это там то есть разница выгода выходил там до двух раз то есть проще было купить потратить чуть больше денег на двухлитровую пойти чем в стекле вот но это не всегда было хорошо их все не всегда хорошо оказалось на вкусе но и в детстве конечно денег не хватало поэтому люди выбирали что дешевле то и пили разрывное пиво было можно было выпить прямо один раз по 5 литров с другом выпили за вечер просто ну вот ну как сказать студенты на первом курсе по 5 литров пива выпили не в одном глазу вкусное был не такой уж сильно прям немного в нем было алкоголь но очень вкусно очень жажда утоляла его хотелось пить и пить мы прямо вот как в советском союзе пиво было освежающим жажда утоляющим напитком и как бы она наверное особо алкогольным ты не считалась то есть можно было перед работой кружечку пивка для того чтобы ну хотя я могу ошибаться я не знаю так таймер я поставил через 20 минут закидываем хмель ну и вот работали мы значит деревне неподалеку от города полчаса можно было доехать на электричке естественно когда получали зарплату приезжали в город и могли себе позволить уже какого-то вот пивка солдов я очень любил это было мое любимое пиво но конечно позволить его себе часто я не мог в основном пили разливуху потому что она была дешевая но и в принципе вкусненькая если мне память не изменяет бутылка солдов стоила 16 рублей это было наверное как сейчас две бутылки шпатина можно наверное купить вот примерно так и вот собирались мы вечером после работы там приедешь помоешься собирались мы в лесочке напротив магазинчика и было у нас такое место называлось выгул ну так в народе так называлась типа там собак всего гуляли на самом деле был такой лес с одной стороны теплица там огурцы у нас сейчас выращивают с другой стороны что там было с другой стороны заправка по моему они до заправка была с другой стороны а сзади гаражи ну и такой лес вот это через дорогу магазин там разливуха была ларьки рядом и вот магазин в самом естественно зарплату же получили как сейчас помню взял я себе три бутылки солдов ребята там кто чего хотел солдов я любил поэтому я взял солдов естественно клинские с дымком одну пачку на три бутылки какой был прекрасный вечер вы не представляете и вот вспоминая его сейчас хочется конечно же где-нибудь взять этот этот самый солодов и повторить тот самый вечер но к сожалению не солодов нет сейчас не клинских с дымком нет сейчас их не меня того уже давно нет но мы с парнями тогда хорошо посидели не сказать что напились просто попили вкусного пива в лесу хорошо прекрасно после работы отдыхаешь естественно была пятница романтический пивар зарплату же выдавали только по пятнице в общем посидели отдохнули попили вкусного пива поболтали и красота мы надеюсь у меня получится сегодня что-то такое похожее на то самое пиво судя по моему расследованию ну кстати вот он говорит будет похоже на то самое но все-таки хотя бы рассказал какая там была хотя я так понимаю что то обычный человек начинающий там пива он все-таки должен быть какая же плотность то было начального того пива 12 или 11 принципиально это раз и чтобы допустим повторить все-таки тот вкус и так далее но надо было ему поинтересоваться но какой там все-таки солото используется все-таки светлый ячмен или венский там тоже используется тоже важно просто то что палитра вкусов может быть другой должно быть она но это не точно в общем кипятим кипятим и кипятим а я пока пивка попью я начал копать дальше нам известно что рецепт солдова это старый рецепт который варился на заводе восточной баварии с 903 по 917 год соответственно я начал искать информацию в тех же читальных залах библиотек про завод восточной баварии какие сорта они варили и снова я наткнулся на информацию в одной из из газет в те годы завод восточной баварии варил следующие сорт апель вот Венская, баварская, экспортная, портер, мартовская. Мартовское пиво отпадает, потому что Солодов не был мартовским пивом. Портер отпадает, потому что Солодов не был портером. Венское отпадает, потому что Венское – это тоже самое жигулевское, как говорил Ильшат. Ну, кстати, Венское – это не то же самое жигулевское, потому что Венское пиво, оно более темнее. То есть у него цвет более янтарный, иногда даже в красноту уходит. Да, они похожи, да, это категория светлое пиво, но все-таки у светлого пива цвет бледно-желтый, либо темно-желтый, а венское это все-таки желтый, но уже с красноватым, иногда даже с красноконечным цветом, поэтому здесь не совсем верно. Жигулевская вытеснила тот самый сорт, остается баварская и экспортная. В следующем абзаце той же статьи говорится, что в 20-е годы где-то в этом районе из производства пропадает пиво баварское. Все, так сказать, карты сошлись в одной колоде. И так получается, что до революции у нас из производства исчезло пиво баварское. Соответственно, мы делаем вывод, что Ильшат, скорее всего, говорил именно об этом сорте пива. Баварское пиво у нас представляется как пшеничное пиво, но есть такой стереотип, но Солдов не был пшеничным пивом. И копнув глубже, я узнал, что в Баварии баварским пивом называли не только пшеничное. В некоторых районах Баварии варили баварское пиво, которое являлось лагером, потому что пшеница была дорогим ингредиентом, они ее не использовали. И варили обычный лагер, который назывался баварское пиво. Из чего же у нас варится баварское пиво? Ну, естественно, это Солд Пилснер. Ну, куда без Солда Пилснер? И поэтому я взял Солд Пилснер. Ну, вот видите, он говорит, какой же Баварский варил Солд Пилснер. Но в России, в России, да, опять же, к истокам истории, в эти годы не было понятия светлого Солда. Солд был только в Венске. То есть там леный, цветность этого Солда 6-8 EBC, поэтому, ну, никак этот Солд Пилснер тогда не был использован. Поэтому, подходя к этой варке, он немножко неправильно подошел, ему все-таки нужно было брать венский Солд, и тогда более-менее на то пиво, которое он хотел сделать историческое, он бы вышел. Ну, идем дальше. Вот Пилснер. Хмель. Хмель, скорее всего, использовался какой-то классический немецкий. Херцбрукер, Хиллертауэр, что-то типа того, и поэтому я взял Хиллертауэр. Дрожжи. Баварский лагер. Все очень просто. Теперь вы понимаете, почему я взял именно те самые ингредиенты, из которых сегодня происходит у нас варка. Итак, друзья, 20 минут прошло. Вот наш Хмель, Хиллертауэр, мутер, как он там называется? Миттельфрю. Забыл, забыл, как называется, но вы-то помните. Объявляю торжественное воссоединение Хмеля с Услом. Вот, кстати, смотрите, вот хороший ракурс камеры варки, кипит хорошо, не суперинтенсивно, что выливается через край, но и не томится маленькие пузырьки. То есть хорошие такие маленькие гейзеры. Это очень важный момент. Сусло, во-первых, не перегорает сильно, и диметилсульфид у вас хорошо испаряется. Но, опять же, ошибка крышкой не прикрыта. Очень много кислорода при таком кипячении туда попадает. Надо балнаки побрать. Бех. Балбес. Двигайтесь. Ну все, через 10 минут закидываем чиллер. И, собственно, кипячение уже пойдет без нас. Само по себе. Он как забулькал сразу. Гейзеры какие пошли. Да, кстати, забыл сказать, будьте аккуратны, когда в такое кипящее сусло бросаете хмель. Свойство обычно в кипящее сусло бросать хмель, он не начинает скипать. Поэтому резко тоже много хмеля не бросайте, иначе он будет как вот такой эффект лавинообразный. Можно обжечься и реально серьезные ожоги. Потому что сладкое сусло, когда попадет вам на лицо, на руки, оно сразу пришкваривается и делает сильные ожоги. Вот, поэтому хмель надо понемножку. И, в принципе, может на этот момент, даже если у вас есть газовая плита, допустим, газ выключили, хмель задали, потом обратно включили, чтобы у вас не было проблем. А, вот смотрите, он добавил чиллера. Зачем? Ну, это для охлаждения сусла, тем самым он его немножко раньше задал, чтобы чиллер у вас продинфицировался, прокипятился. Потому что неизвестно, в чем он лежал, какие бактерии в нем были. Вот, поэтому вот это кипячение, оно немножко его продинфицирует. С одной стороны, правильно, с другой стороны, я считаю это лишним. Он будет забивать лишними частичками белка от кипения. Мой совет, чиллер всегда держите в специальной емкости, залейте туда раствор нука над уксусной кислоты и в этом растворе держите. И время от времени туда просто подливайте этот ноксус, чтобы у вас он дезинфицировался, никакая зараза там не завелась. 26 градусов, сусло охлаждено, выключаем охлаждение. Кстати, почему 26 градусов? Если он хочет варить лагерный сорт, ему нужно было хотя бы до 20-18 градусов, тем самым, чтобы у вас завелось брожение, а такая температура достаточно высокая, но это больше характерно для элевых дрожжей. Но посмотрим, может быть, он дальше просто его сначала остудит, а потом дрожж задат. Будем смотреть. Достаем наш пакетик, вот в перекиси он замачивался, руки у меня тоже продезинфицированы. Сейчас будем через этот пакетик соливать наше сусло. Вот он говорит перекись. В принципе, раствор перекиси водорода, насколько мне известно, бытовой, оно в размере, в концентрации 3%. Для нормальной дезинфекции вам нужно минимум 6% раствора перекиси водорода. Вот, тогда можно, тогда его запронифицируется. А лучше купите нук, замочите в полупроцентном растворе, и будет вам счастье. Но желательно где-то минимум хотя бы на час замочить. Потихонечку. Так неудобно, конечно, рукой. Так, сейчас поставлю. Нет, так я не поставлю. Сейчас я поставлю на штатив камеру, чтобы вам все было видно. Сейчас смуть, конечно, пойдет немножко, слегка. Но куда деваться. Поехали, открываем. Забыл, кстати, базухом крутить. Но я думаю, от нее толку сильного не будет. Вот именно в данной, на данной стадии фильтрации. Сейчас немножко закроем, чтобы у нас пакетик, мешочек, немножко слился. Кстати, вот я посмотрел, он, ну, может быть, конечно, не по незнанию. Если вы хотите сильнее осветить ваше сусло, да, то есть, ну, мешочек это, конечно, хорошо. Часть белка вы поймаете, но большая часть белка все равно через эти сеточку пройдет, часть хмеля. Если добавите просто туда при кипячении, ну, ирландский мок, как называемый брэк-брайт, он еще называется, за 15 минут до конца кипячения, он как раз обладает таким действием. То есть, он соединяется с молекулами белка и хмеля, образуется плотный комплекс, и у вас сусло более прозрачно уже будет идти на брожение. Если не найдете брэк-брайта, ирландского мха, у нас на нашем сайте можете купить кремнозем, называется спиндосол СБ-1. Это жидкое средство на основе оксида кремния, которое также действует, как же ирландский мок, только в три раза эффективнее. Просто за 15 минут добавляете, и сусло будет более прозрачное. 10 литров уже есть у нас, это радует. Если будет 15, будет хорошо. Я имею в виду вообще в итоге. Ну, я думаю, будет как раз, наверное, 15 литров. Соберем мы с этого всего нашего действа достаточно. Там уже совсем остается пыль какая-то. Сейчас немножко с мешочком дольем все, что там есть. Желательно мешочек сильно не сжимать. Вот он вроде там какие-то остатки, но когда он сжимает вот эти мешок, часть сразу вот этого бруха, белка, который был, оно тоже просачивается туда, и это лишний раз загрязняете. Лучше просто не дожидаться, чтобы мешок стекл, лучше вообще уберите и все. А так опять туда попадает много белка, который нам тоже, к сожалению, не надо. Сусло слито, получилось 15 с горочкой литров. Дрожжи будем добавлять, мангров. М76, баварский лагер. Все-таки с холодов пиво было у нас лагером, поэтому... Поэтому будет у нас тоже лагер. На пенную шапку рассыпаем более-менее равномерно. Первые сутки будет у нас все бродить, это дело, при комнатной температуре. А потом уже поставим в холодильник, наверное, градусов 7, 8, 6, ну, где-то вот в этом районе будем поддерживать там. Обычный холодильник, домашний, безо всяких наворотов. Попробуем сбродить все это дело там. Так, сейчас закроем все это дело под гидрозатвор. Вот я специально ждал вот этого момента, когда он, в принципе, он правильно равномерно дрожжи рассыпал по всему объему сусла, да, и не мешал. Это очень важно, потому что многие пивовары, опять же, делают ошибку, добавляют сухие дрожжи, начинают активно размешивать. И это ошибка, потому что сухие дрожжи, у них тонкая стенка, она начинает разрушаться, дрожжи сразу погибают. Поэтому проще вот просто рассыпали, закрыли, дрожжи сами потихонечку, стеночка увлажнится, станет эластичной, дрожжи сами упадут на дно и начнут бродить. А в отношении температуры, что он оставил 26 градусов, но он упомянул, что одни сутки, в принципе, можно сутки выдерживать, то есть дрожжи, чтобы завелись, при данной температуре хорошо разбродились, а дальше он уже будет бродить в холодильнике, тоже, кстати, правильно. Температура, кстати, 8 градусов, достаточно низкая температура, будем надеяться, что вот этих дрожжей хватит для нормального брожения, так обычный лагерь оптимум температурного действия от 9 до 12 градусов. Сейчас немножечко подвинул, так, значит, сначала пробочку вот эту резиновенькую, гидрозапор туда, защелкиваем. Вроде как, все, все защелкнулось, сейчас сюда нальем чего-нибудь такого спиртосодержащего в районе 40 градусов и будем заканчивать видео. Ну, кстати, ну, я тоже многие видел домашние пивовары, закачивают водку, спирт, ну, это, с одной стороны, правильно, да, там инфекция никакая не разовьется, но проще, опять же, взять тот раствор нука, да, сделать там небольшое, туда закачать, и он гарантированно вам не даст, что ничего, извини, оттуда вас не попадет и не испортит, не окислит ваше пиво, потому что, несмотря на то, что у вас пиво бродит, оттуда углекислота выходит, но идет обменный процесс, кислород также может проникать туда-обратно. Гидрозапор, конечно, препятствует, но из воздуха бактерии могут попасть в ваш гидрозапор и при брожении какая-то часть попасть в ваше пиво, поэтому специально заливает либо раствор незинфектанта, либо спиртовые растворы, тем самым, чтобы зараза не попала в ваше пиво. Чуть не забыл. Нам же нужно померить плотность с вами. Оба-на! Сейчас мы это сделаем. Еще здесь, здесь. Это хорошо. Итак, момент истины. Мы, оказывается, меряем плотность, когда уже добавили дрожжи на брожение. Вообще, он после кипячения уже был, конечно, должен был добавить, но так как он, в принципе, сусло свое охладил, там температура у него 26 градусов, но идеально мерить при 20 градусах, это точно показание сахаромера. Кстати, интересно, чем он будет мерить плотность? Рефрактометром будем мерить плотность? А, ну, рефрактометром. Но рефрактометр не так сильно важно, то есть достаточно одной капельки и посмотреть на свет. И по баллингу мы можем определить, сколько там плотности у человека получилось. Ну, давайте посмотрим. Тут достаточно небольшой капельки сусла. Закрываем крышечку. Так вот, пузырьки нужно выгнать. Выгоняем пузырьки. 11 процентов. Смотрите сами. Так. Ничего не видно, да? Согласен. Да, ничего не видно. Ну, поверим пиавару, что там 11 процентов. Вот что-то вот он. Ага. А, вот. Так, видите? Да, 11 процентов. Действительно 11 процентов. Молодец, попал. То есть наш лагер, это все-таки 11 процентное пиво. 11 процентов плотности. Категория светлого лагера, жигулевская, то самое. Тяжело, тяжело на камеру показывать показания рефрактометра. Рефрактометра. Так, сейчас, значит, мы заливаем в ядрозатвор немного крепчика. Совсем чуть-чуть. Все. Вот столько будет достаточно. Ну, хотел ее закрыть, да. Нет, это для гидрозатвора. Ну, что, господа, варку будем считать состоявшейся. Напоследок глотнем пивка. В следующей серии будем с вами уже пробовать готовое пиво. Я надеюсь, все получится, все будет аутентично. Именно так. Ну, пускай немножко будут какие-то отхождения. Все-таки это домашнее пиво, а не заводское. Ну, я думаю, мы будем где-то рядом с вами. Рекомендованная температура. Брожение 8-14 градусов. Я надеюсь, в погребе она как раз что-то где-то около того. Ух, как бродит. Покажи, как бродит. Кстати, брожение началось через 2 часа после того, как я добавил дрожжи. Это очень радует. Напомню, что оно бродило сутки практически при комнатной температуре. Так, как бы мне его... У него я потом с тобой. Да ладно, сейчас. Как не будешь. Вот, сутки при комнатной температуре. И будет теперь одображивать... Да где там? Трестница-то сломана. Ёкарный бабай. Да. Это засад. О, здесь прям нормально так. Холодненько. Блин, а градусника нет у нас, да? Возникает. В смысле? Здесь прям прохладненько. И сырость. А говорили, что погреб сухой. Ну, здесь прям как будто даже около нуля, что ли. Ну, нет, не около нуля, но прохладно. Сейчас я на что-нибудь его поставлю. Так, еще мы привезли ящик пива. Рижского, кстати. Ну, кстати, пока он носит пиво, опять скажу, опять положил на просто открытый грунт, щебенку. Напоминаю, постелите что-нибудь, чтобы меньше грязи снизу, потом на вашем вот этом разливном кране. Потому что его потом будет сложно помыть. Но дома следующее видео будем разбирать, когда он уже будет разливать. Наверное, надеюсь, он это покажет. И мы, кстати, посмотрим, помыл он или нет. И, кстати, вопрос мойки. Он тоже не сказал, как он свой бак помыл? Чем он это мыл? Воду исполоснула или еще как? Тоже вопрос. К сожалению, не находим ответа пока. Так что будем наполнять наш погреб. Все как в старых добрых традициях. Наполнять его напитками. Ты мне его подашь? Ну все, давайте покажу вам. Нет, камеру, камеру, камеру. Давай камеру. Камеру давай. Пиво есть. Еще одно пиво есть. Вот дочечку он поставил. Но все равно, вот он ходит туда-сюда. Пылище, она прямо на этот кран идет. Замотайте просто. Наденьте целлофановый пакет. Замотайте скотчем, чтобы никакая пылища и грязи туда не попала. Потому что при розливе, если вы все это не ополоснуете, не пронинфицируете, сто процентов будет грязь и пиво может скиснуть. Пускай пока бродит, потом уже лагеризоваться будет, наверное, в холодильнике. А может и здесь же. Посмотрим. Вон как бродит. Это вот я вчера его варил только. А это у нас Рижская. Не все. Что-то я оставил дома, чтобы пить. Ну ладно, поехали дальше по делам. Ну конечно, финальным этапом этого самого расследования будет, конечно же, дегустация. В процессе, который мы поймем, пошли мы правильным путем или мы свернули не в ту сторону. Итак, господа. Вот подели в ту сторону насчет, но по Солду понятно, они уже скорее всего не попадут. Ну, если он хочет Солду, возможно, по Солду он поймет, тогда ячменный Солд был. Но старый рецепт, конечно, нет. Но опять же, по горечи, вот он задал там 50 грамм, но опять же, это все на глаз, на шару. В Солдеве тоже было свое определенное содержание горечи. Конечно, человек это не может знать. И будем попадать, скорее всего, может через несколько варок он добьется той горечи, которую он хотел добиться, но не факт, что в этой. Убедительная просьба. Надо поставить лайк под этим видео, для того, чтобы увидело как можно большее количество людей. Тогда у нас будет больше шансов привлечь внимание тех персон, которые, может быть, работали в те времена на каких-то пивоваренных заводах. Может быть, они были причастны как-то так или иначе к пивным производствам и могут нас направить в нужном пути, подсказать, как варилось то пиво. Может быть, Клинская, Сокол, Хамовническая. Может быть, мы действительно сможем восстановить те самые рецепты. А я уверен, что сейчас Клинская варится совершенно по другим рецептам. Сокол, Солодов, Хамовническая их вообще нет. Нам нужны эти люди, нам нужны от них. Ну, кстати, Хамовническая, между прочим, завод Московской пивоваренной компании, но это не для рекламы, оно как раз, у них есть линейка пива, как раз с Хамовнического завода они нашли эти рецепты. Кстати, это пиво продается, да, не везде, но оно есть, и найти его можно. Просто человек про это не знал. Информации. Если вы сейчас смотрите, если вы в те годы были причастны к пивным производствам, пишите мне в директ в Инстаграм. Мы обязательно с вами пообщаемся. Если вы захотите остаться инкогнито, я не буду раскрывать никакой информации. Я просто хочу, и не только я, наверное, многие мои зрители хотят восстановить те самые рецепты и попить то самое пиво, которое варилось именно тогда. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, если вы обладаете какой-то информацией о тех самых рецептах. А я надеюсь, что это не последнее расследование, и мы продолжим копать. Мы продолжим идти по следам ушедшего пива. В общем, всем вам вкусного пива, друзья. Хороших варок. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в новых видео, господа. Ваше здоровье. Ну, в общем, ждем. Очень интересно, как у него пройдет дегустация. И надеюсь, что он розлив покажет. И там тогда мы с вами можем уже тоже посмотреть, что же за цвет получился, что за аромат. Хотя вот человек, он не очень, он такая рассказывает, раскрывает, какие ароматы в итоге. Но, думаю, поверим ему на слово. Вот. На этом наша рубрика заканчивается. Спасибо вам большое за внимание. Ждем ваших новых роликов. Присылайте, пожалуйста. Мы с удовольствием их разберем. Заходите на наш сайт mal.ru Подписывайтесь в группу ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук на Гринрус. Также заходите на YouTube. Заходите, смотрите наши ролики, варки, прямые эфиры. До новых встреч, друзья. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok